Приветствую вас! После скандала с семьей Спартака Мишулина жизнь Тимура Еремеева заметно изменилась. У большинства зрителей возникает две ассоциации с артистом. Роль партия в сериале «Кухня» и история, связанная со Спартаком Мишулиным. После ряда передач, где Еремеев утверждал, что Спартак Васильевич его папа, ажиотаж вокруг этой темы паутих. Тимур Еремеев вырос в Королёве, но знал, что ему предначертано покорить Москву и стать знаменитым. Слава актёр действительно добился, но не столько благодаря ролям в кино, сколько из-за громкого заявления о том, что у его мамы был роман со Спартаком Мишулиным. 17 ноября Еремееву исполняется 36, и к этому возрасту он достиг определенных успехов в профессии. Однако прошло уже более полугода, как Карина Мишулина добилась судебного постановления, по которому актёр не имеет права называть себя сыном Мишулина. Изменилась ли судьба Тимура после этого скандала? Родился он в Королёве, мама его работала простым инженером, и семья жила в ветхой двухэтажке без водопровода. Несмотря на скромные условия, мальчик верил, что однажды он переедет в столицу и станет звездой. Так и случилось. По окончании школы он поступил в Щепкинское училище. На третьем курсе Тимур влился в ряды студентов Института гуманитарного образования и информационных технологий. Затем Еремеев прошёл службу в составе труппы Центрального академического театра Российской армии, где и начал работать. На сцене актёр играл в спектаклях «Много шума из ничего», «Человек из Ла-Манчи», «Сон в летнюю ночь». В 2004 году с премьеры сериала «Неравный брак» он дебютировал в кино. Были и ещё небольшие роли. В образе партии Егора Еремеев присоединился к актёрскому составу пятого сезона «Кухни». Затем он сыграл в «Детективе неизвестный» и засветился в проекте «Звоните Ди Каприо». В последнее время Тимур уделяет больше внимания театру, не кино. О театре «Миллениум» был уже наслышан. Здесь идут хорошие постановки и играют отличные артисты. Поэтому, когда поступило предложение принять участие в «Хитрице», я, практически не раздумывая, согласился, рассказал актёр о последнем спектакле. Кроме того, с июня Тимур стал ведущим новой программы Первого канала под названием «Семейные тайны». В рамках передачи зрителям демонстрируют документальные фильмы о загадках звёзд XX века. А в перерывах Еремеев, находясь в зале кинотеатра, обсуждает увиденное с экспертами. «Я всегда хотел заниматься телевидением. В юности сразу после института вёл прямые эфиры на небольшом кабельном окружном канале в Москве. Поэтому проект на главном канале страны – это подходящий вызов для меня. И, конечно, то, о чём я и мечтал», – признался актёр. Долгое время поклонники ничего не знали о личной жизни Тимура Еремеева, потому что он предпочитал говорить исключительно о творчестве. Но в какой-то момент он рассказал окружающим о браке с супругой Ольгой. Тимур и Ольга растят дочку, которой дали имя Ника. Малышке недавно исполнилось три года. Ольга – специалист по рекламе и пиару, но она легко согласилась сделать паузу в карьере ради заботы о семье. Узнав, что после громкой истории, связанной с Мишулиным, Тимур получил должность ведущего на Первом канале, дочь Карина Мишулина отметила, что его явно продвигали заинтересованные люди. Актрисе предлагали подобную работу, но с условием, что она признает Еремеева братом. Еремеев проиграл все суды касательно Мишулина. Дальнейшие рассуждения Тимура на тему родства со Спартаком Мишулиным ему законодательно запрещены.